Да, добрый вечер. Я сейчас не просто как Хасай Алиев хочу выступить, а как руководитель проекта психология и медицина телеканала ТВ. Потому что вот совершенно недавно, и вы скоро увидите запись, моя коллега психолог Камбарова, которая много лет мы с ней сотрудничаем, прекрасный человек и ее прекрасная семья, которых я знаю много лет, еще с конца 80-х, с которой мы сотрудничали в программе, президентской программе «Защита детей», это президентская программа, с которой мы сотрудничали, она меня знакомила с Минько Ниникой Гойной, это председатель, или как это называлось раньше, Южного образовательного округа. Там я готовил и директоров школ, и психологов, и которая меня вывела на Инт, Институт новых технологий образования. Ну, короче говоря, такой достойный человек, и вся семья такая достойная, и ее дочка Машенька, она стала психологом, но на моих глазах. И вот она вот взяла из детдома двух детишек. Для меня это не вызывало никакого удивления, потому что семья такая, а я верю в доброту человеческую. Я в этом смысле религиозный человек, потому что я верю в доброту, в труд, в день человеческого разума. Я верю как раз таки в том, что в человеке самое главное – это способность любить, созидать, сопереживать, сотрудничать, чувство бесценности живого. Но это же главное, с чего все религии начинались. Но потом как получилось, что мы как-то сбились с этого пути, потому что религии с этого начинались, потому что Бог в человеке – это любовь, это творчество, это помощь ближнему. Ну, все на этом стояло. Но годы идут, происходит конфликт между религиозными направлениями, потому что вот это сама суть Бога в человеке, Бога-творца в человеке, творчества, любви. Она постепенно стирается, потому что фарисейство какое-то, книжничество какое-то, когда ритуалы поддерживаются, развивается форма, начинает преобладать над содержанием и сутью смысла. Ну, и поэтому так получилось. Вот Камбарова, Камбарова, вот я вдруг был в шоке, хоть мужчина, но обычно женщины говорят, я в шоке там. А я был как мужик в шоке, потому что двух детишек, которые… Ее Машенька, став психологом уже, взяла из детдома, через несколько лет, не сразу, а через несколько лет после того, как эти дети получали дипломы прекрасные, почетные грамоты за свои выступления на каких-то конкурсах. Да, и вот эти же самые люди, которые вот в опеке там или где-то, государственные чиновники, вот, взяли их опять, забрали, и одну из этих маленьких детишек теперь, ну, которая поменьше, непонятно где вообще, забрали, а старшеньку где-то держат, ограничили возможности общения, вы же знаете, какая-то психотравма для детей. А для самих родителей, которые проявили именно вот это вот, самое человеческое, что есть в человеке, вот эту способность любить, способность созидать, сотрудничать, сопереживание, а они какую психотравму чувствуют, когда они не знают, что с их детьми, вот, которые стали для них давно родными. Ну, как это может получиться? И вот, как я узнал, оказывается, там где-то 70 таких семей, у которых изъяли вот детей, и не на следующий день после того, как они забрали их из роддома, на обучение, пропитание, дали им жилье, дали воспитание. Да, 70 семей, но это только в каком-то округе Москва, только в каком-то округе. Да что же это происходит? Что за расчеловечивание? Почему вот на смену вот этой доброты в человеке, способности сохранять здравый смысл, разум, почему взамен этого пришел какой-то цинизм, какая-то коррупция, какой-то... Ну, вообще, что это такое? Вообще непонятно. Вот, если вы нормальный человек, и любой человек нормальный, ну, ему в голову это не может прийти. Как это может быть? Ну, вашего ребенка вот заберете и скажете. Там какая-то соседка, то ли она больная, ну, там, я не знаю, кто и что, написал какую-то якобы жалобу, что эти дети... Ну, какие дети, которыми награды такие дают за их творчество? Вроде они пьяные, ходят там в подъезде, окурками забрасывают. Ну, какую-то ересь такую. Ну, я-то семью хорошо знаю. Такого быть не может. Мало того, они поставили на суд. Марина приходит с мужем и с Машенькой. Кто-то там не является от них. Ну, вообще-то кто-то отписывается. Я вот попробовал позвонить, значит, уполномоченному по правам детей. Второй звонок я делал, попробовал по правам человека. И мне и там, и там сказали, что, чтобы поговорить с уполномоченным по правам человека, а в другом месте по правам детей, я хотел просто переговорить, сказать, кто я такой, и что у меня масса учеников, психологов во всех структурах, и в образовании, и в ФСБ, и, ну, знаете, не буду перечислять ни своей, во всех структурах, я же их подниму сейчас, потому что это невозможно, потому что, оказывается, Марина Камбарова оказалась тут просто примером, и теперь я вместо того, чтобы доказывать всем, что она хорошая, какую ее поставили в тупик, в какой угол, это же какая пропасть. Человек нормальный должен теперь доказывать, доказывать. Господи, так это же и называется презумпция виновности. Вот вас поставите вот такой угол, а вы докажите, что вы хорошая, докажите, что вы нормальная. А это же машина, это система, это государство, это машина, которая может прокатиться по вас только потому что? Только потому что она начинается со лжи. Вот я смотрю телевизор, постоянно идет ложь. Если она начинается со лжи, это разрушает в человеке человеческое. Расчеловечивает человека. Нас учат совершенно другому. Нас не учат на примерах, например, поставить Марину Камбарову, ее дочку, Машеньку, как пример, как надо поступать, как надо к детям относиться. Вместо этого нам дают примеры совершенно другие, негативные. Типа, если ты умный, где твои деньги, или, короче, безобразие постоянное. Вот эти примеры, на волне этих примеров, этих трендов востребованности, и выплыла вот эта вся шушера. Эта серость выплыла, которые чужды, вот эти вот человеческие качества. И религия сейчас, и религия. Если ты не ходишь в церковь или в мечети, а получается, что ты ненормальный, что ли? Это что такое происходит? Это какое-то расчленение человека и человечности в нем. И вот я поэтому сейчас вот вынужден говорить об этом. Ну, это даже просто как-то в голову нормальному человеку не приходит. Ну, кто-то они там, наверное, эти же самые люди, эти бюрократы, эти чиновники на кухне сидят, наверное, и друг с другом говорят о некоторых моментах бесчеловечности. А может кто-то, а может это соседка, которая написала, а там, оказывается, целые этажи написали, что Марина Камбарова залила там пять этажей. Вы представляете, какая система, да? Ну, это без системного криминального подхода такое не сделаешь, друзья. Как можно одна квартира пять этажей залить? Ну, это вообще невероятно. Да, и не докажешь теперь, так не доказывать надо. Надо объединяться, подключаться и бороться. И не только за Марину Камбарова, она сейчас должна быть примером, борясь за которую, автоматически мы боремся и за этот огру, где 70 семей потеряли таких же детей. И за всех нас. И за всех нас. Потому что это безобразие может твориться бесконечно, и мы можем в эту прорыв погружаться бездонно, если не защитить человеки человеческое. И поэтому сейчас я делаю генератор образа будущего, для того, чтобы напоминать людям время от времени. Как говорил Андрей Жит, все уже давно было сказано, но приходится повторять снова и снова. Напоминать людям, что мы человеки. И напоминать им, что значит человечность. И напоминать им, что именно это и есть Бог в человеке. Эти качества любить, созидать, сопереживать, помощь ближнему. Это и есть человеческое, друзья. А все, что нам говорят, вот эти вот вешают шаблоны всякие непонятные, ведут не в ту сторону, сбивают человека с пути истинного. Ничего, 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 ничего. Я думаю, наступит момент. Сейчас что-то будет меняться. Я точно знаю, совершенно знаю, что осень будет непростая. Будет очень сильные перемены. Но я это знаю. Так что смотрите, подключайтесь, друзья. Потому что только вместе мы силы. Сохраним разум на планете. И отсюда же и этот коронавирус, вы знаете. Потому что человек потерял ответственность. Только доброта спасет мир. Только сотрудничество. Да, чисто человеческие качества, которых, оказывается, нету. Там у людей, которые принимают самые ответственные решения. Поэтому только люди могут, объединившись, вспомнив, встряхнув в себя эту пыль, вспомнив, кто они есть. Спасибо, друзья. Я уверен, что вы подключитесь к этому. Защитим наших детей, наших правнуков. Я написал в книге о страхе и свободе такое посвящение дедушке, дедушке Ибрагиму, маме Патимат, жене Татьяне, детям Олену и Шейле, внуку Шамилю, внученьке Грете, правнуку Максиму и правнуку Магомеду. И через это созвездие имен всем и всему человечеству. До встречи, друзья. Руководитель проекта «Психология и медицина» в канале ТВ «Право». До свидания.